В Казахстане набирает популярность продажа и покупка криптовалюты через телеграм-каналы. Официальные брокеры призывают население не участвовать в подобного рода сделках. Велика вероятность наткнуться на мошенников, а если у так называемого продавца биткоины все-таки имеются, то неизвестно каким путем они были добыты. Невольно можно стать участником незаконных операций, например, отмывания денег и понести уголовную ответственность. В нюансы крипторынка вникала моя коллега Камила Тастанбекова. Подробнее она расскажет в деловом обзоре. Камила, я, честно говоря, не очень представляю, как можно купить или продать криптовалюту через мессенджеры. Это больше обмен, чем продажа или покупка. То есть суть в том, что люди находят друг друга через телеграм-каналы или другие социальные сети. Затем они знакомятся, встречаются в жизни и передают друг другу, так скажем, разные виды валют. А с учетом того, что оборот криптовалюты в Казахстане запрещен, то есть нельзя ею где-то расплатиться или оплатить какую-либо услугу, то человек чаще всего использует биткоины или другие виды криптовалют как вид инвестиций. Не запрещать и не ограничивать, только регулирование может стать препятствием для теневого оборота криптовалюты в стране. Тотальный контроль над биткоином ввести невозможно, отмечают в Ассоциации разработчиков и пользователей технологии блокчейн. Цифровая валюта с каждым годом будет становиться только популярнее. По словам руководителя объединения Батырбека-Умарова, чтобы обезопасить желающих инвестировать в биткоины казахстанцев, нужно принять мягкие инструменты регулирования. В качестве вариантов эксперт предлагает открыть лицензированные биржи и обменные пункты. В этом случае все, и покупатели, и продавцы будут уверены в том, что валюта добыта легальным путем. На самом деле криптовалюта создана не просто так. Здесь есть большая концепция, называется мир без посредников. Существует смарт-контракт, существуют DEFI, существуют нефтетокены. Криптовалюту можно применять даже положительно для нашей страны. Почему? Потому что можно развить в Казахстане тот же самый джуниор-майнинг. Это привлечение инвестиций за счет криптовалюты в Казахстан. То есть обеспеченную криптовалюту создавать, новую логику бизнеса создавать. Здесь криптовалюта – это автоматизация, это усовершенствование, это оптимизация процессов и создание новой логики. Вот туда мы и движемся. И к другим темам. Чтобы вернуться на рынок авиакомпании, чью деятельность в нашей стране приостановили, нужно провести работу над ошибками. В любом случае, авиационная администрация Казахстана позволит возобновить полеты не всем операторам. В их числе три воздушных перевозчика, у которых отозвали сертификаты. Это Sigma, Genesis и Azi Air. Они нарушили санкции ООН. Об этом сообщил генеральный директор авиационной администрации Питер Гриффитс. Всего в прошлом году 60 инспекционных проверок состоялось в стране. В результате из-за нарушения безопасности полеты запретили восьми компаниям. Большая часть из них не занималась перевозкой пассажиров. Напомню, что сертификат одной из крупнейших в прошлом казахстанских авиакомпаний Back Air также отозвали. Некоторые компании, преимущественно небольшие, перестали работать временно, по своей воле, так как испытывают финансовые трудности. Также выявлены операторы, которые фальсифицировали документы. По деятельности компании Back Air у нас есть внутренний отчет, но мы не можем его разглашать, пока не будет завершено официальное расследование. Нефтяной картель сохранил планы по росту добычи черного золота. На фоне новой волны коронавируса страны ОПЕК+, решили придерживаться апрельских договоренностей о постепенном наращивании производства. Это позволит стабилизировать рынок и укрепит котировки на уровне 62-68 долларов. На прошлом заседании Альянс согласовал в мае и июне увеличение добычи на 350 тысяч баррелей в сутки, в июле на 440 тысяч. Также Саудовская Аравия должна за три месяца постепенно вернуть на рынок около 1 миллиона баррелей в сутки, которые она решила добровольно сократить в начале года. Таким образом, в мае и июле ОПЕК+, должна будет нарастить добычу на 2 миллиона. Кроме того, Альянс продлил дедлайн для тех, кто еще недостаточно снизил добычу нефти. Отстающим дали время компенсировать перепроизводство в рамках сделки до сентября. Ожидается, что следующая встреча ОПЕК+, состоится 1 июня. На ней будут рассмотрены условия на август. Не больше двух драгоценных монет за раз можно приобрести через интернет-магазин Национального банка страны. Так будет более справедливо ко всем желающим и поможет избежать спекуляций, отметил директор департамента наличного денежного обращения Жомарт Кожмуратов. На платформе cascoins.nationalbank.kz продажи идут ежедневно. Один заказ в среднем обрабатывается около 20 минут. Срок доставки товара зависит от региона и курьерской службы. Стоимость коллекционных монет из золота и серебра складывается из двух составляющих. Основную долю составляет цена драгоценных металлов. Также учитываются расходы на изготовление и упаковку. Отмечу, что в настоящее время интернет-магазин работает в пилотном режиме, поэтому некоторые его функции ограничены, в том числе по времени. Площадка работает с 10 утра до 5 вечера. И в завершении курс на сегодня. К этому часу доллар стоит 429 тенге, 42 тина. Евро 518 тенге, 5 тинов. Рубль 5 тенге, 73 тина. Арстан, на этом у меня все. Тебе слово. Спасибо. С нами была Камила Тастанбекова. С нами была Камила Тастанбекова.